Агив Ширинович, совсем недавно в Барнауле состоялось первенство России по боксу среди юниоров в 17-18 лет. Как для Саида именно эти соревнования сложились? Мы долго готовились, начиналось все это из Кубка России, подготовились нормально на Кубок России, выиграли, провели пять боев, потом основного конкурента из Осетии парень в финальном бою. Вот попали в сборную команду страны и начали обкатываться по сборам со сборной команды страны. Выступали в международном турнире в Хабаровске, выступали на других контрольных турнирах, чтобы четко подготовиться к Пересе России. Последний этап, мы не поехали именно на сборы, а готовились здесь в училище, вот это по просьбе нашей с тренером сборной. И специально готовились к этим соревнованиям отдельно, ТТТ. То есть и дни сборной Москвы мы не поехали, так как он первый номер сборной Москвы, сборной России, не поехали, готовились именно ТТТ в училище. И это дало определенные результаты, потому что были болячки, которые надо было исправлять. Вот, слава богу, все удалось выполнить. Мы знаем, что вот Саид какие-то проблемы небольшие со здоровьем испытывал. Я понял. Здоровье у нас уже в конце этапа подготовки, когда уже последний микроцикл я снизил нагрузки, у него, я чувствую, появляется какой-то кашель, сухой кашель. В первые дни, значит, я не поразал, думаю, наверное, устал или что-то. Но потом выявилось, значит, вроде во время соревнований, уже самих на тренировочном процессе, когда я подготавливалась, я вижу, что там кашель не останавливается. Кашель во время маленькое, значит, когда идет уже такая взрывная анаэробика, это наш стиль анаэробный, так, производительский энергоэффектив, у него начинается вот этот кашель. Вот. Слава Богу, он проявлял мужество. Я думал, как это даже снять, думаю, подойти и сказать, что парень, давай снимаемся с этих соревнований. Здоровье в вашем деле. Ну, молодец, он проявил мужество. К сожалению, значит, не во всех боях, именно третий ран, когда уже все, и кислорода нету, и вот эта производительность взрывная, она не работает, потому что она не точно за счет АТФ, гликогена работает, она еще кислород должен туда идти. И у него чувствуется, что все еще задохнется, задохнется. Нет, выдерживал, выдерживал. Ну, вот потом начали мы сейчас лечение здесь. В общем, делаем антибиотики, приводим бронхи в порядок, чтобы нормально подготовиться к международному турниру и первенству Европы. Саид выполнил норматив мастера спорта, а в конце учебного года всегда проходят традиционные собеседования. И какие цели были поставлены в плане спортивных задач Саиду и какой ближайший турнир у него? Занять первое место на первенство Европы и выполнить звание норматив мастера международного класса. Это первые цели. Второе, значит, учебу, потянуть учебу, чтобы у нас учебы не было. И третье, самое главное, я со всех учеников, которые показывают такой большой результат, очень прошу, ребята, это все история. Не заболеть звездной болезнью. Слава Богу, у меня все, многие ученики не болели этим, потому что это очень плохая болезнь. А это только начало большой пути. Надо преодолеть. Да, это хорошо, приятно. Дома встречают, машины, шашлыки, внимание, пресса. Это чуть-чуть человека не все выдерживают. Но, слава Богу, у него этого, я думаю, что не будет. Про внимание, вот сейчас видно, что соревнования по боксу в России проводятся на высоком достаточно уровне. И трансляции, и подарки, и вообще освещение такое серьезное. Насколько это важно для спортсменов и тех, кто собирается заняться только спортом, юных ребят, спортсменов? Ну, вот в самом Барнауле организация была очень на высоком уровне. Вот я был в многих чемпионатах Европы, мира, олимпийских. Ну, даже последние олимпийские игры в Аргентине не было так организованы, как организована Барнауле. И это внимание зрителей, это тебя мобилизует, потом не только мобилизует, а и мотивирует, чтобы грязью. А потом в наше время не было такого, чтобы показать только чемпионаты СССР по-взрослому. Там финал, если покажут, не покажут. А сейчас все в ютубе, все в бои. Каждый бой можно проанализировать и просмотреть. Конечно, не хочется грязь ударить перед училищем, перед родными, перед близкими. Наверное, перед тренерами, если есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...